Субтитры делал DimaTorzok А вы откуда, откуда, наверное, понимаешь, что вы не в Германии родились, вы переехали, да, откуда-то? Я в Сомской области, в России А как там, можно немножко про Германию поговорить? Ну, если адекватно спрашивать, то можете Ну, конечно, будем адекватно, что неадекватно не умею Ну, как вам, вот, вы давно там, в Германии? Давно, 99-го года А, то есть вы, как бы, вот, что изменилось в Германии за то время, в котором вы живете, вот за последнее особенно время, имеется в виду уровень жизни? Он как-то вас затронул? Вы почувствовали какие-то изменения? Ну, смотря как это самое Что-то сложнее стало, что-то, может, попроще стало А вот эти мигранты, да, тоже вы как-то вообще сталкиваетесь с этим? Ну, с украинскими мигрантами я столкнулся в начале Ну, в самом начале, как их приезда, столкнулся и решил для себя не участвовать в их жизни А не только украинские, я имею в виду вообще вот эта политика Меркель, когда началась по приему мигрантов Ну, нет, я, конечно, это самое, не поддерживаю это Ну, как бы, понимаете, это было цветочки По сравнению с украинцами Ну, это было цветочки Сирийцы, был наплыв сирийцев, да Ну, я всем говорю, что это адекватные люди Они более цивилизованные Вот из азиатских стран, они более цивилизованные люди Я тоже это заметила, когда Виталия жила Я тоже сталкивалась со многими, да, ну, мигрантами Так вот, сирийцы, они реально были, ну, как, я не знаю Ну, просто на голову выше Это даже очень удивительно, да Это тоже заметил Вот эти мигранты, которые африканские Это, да, это я не считаю Это самое, ну, ненужный материал здесь в Германии Это ненужные люди, которые приехали с Африки Это колонии, над которыми издевалась Чьи они там были? Английские, французские эти колонии Потом они, как говорится, перестали участвовать в их жизни Они поперли в те колонии, кто их раньше, как говорится, грабил И причем ведут себя очень нагло и очень претенциозно Да, вот я очень похожа, знаешь, поведение украинцев, да, и поведение вот этих вот людей с африканских колоний, они очень похожи Ну, потому что и те, и те имеют претензии Понимаешь? Ну да, все должны, да, вот это у них, у них те, и те им должны Они приехали, они не собираются там работать, они желают, вчера ездили на Ишаке, сегодня желают Мерседеса иметь Ну, к этому не хотят прикладывать усилий и это самое Заниматься работой или чем, они не приехали сюда Это было... Ассирийцы, правда, они очень быстро адаптировались, они очень быстро находили работу, они очень быстро встраивались в общество Да, да, я говорю, у меня есть знакомые здесь ассирийцы, многие, которые... он специалист, как говорится, ну, в автопроме, он занимается ремонтом автомобилей Да, его тут, он на одну работу устроился, на другую работу с языком плоховато, ну, мало что понимает, но зато он мастер своего дела Другие есть, которые много пошли на стройку, которые, ну, пооткрывали свои фирмы Сирийцы, они сгруппировались, пооткрывали свои фирмы, ну, небольшие, ну, свои, которые занимаются стройкой Они многие, ну, вошли в эти, ну, рестораны здесь, да, есть, они переняли у этих, забрали Сперва ливийцы приехали, отжали вот этот весь денорский бизнес, отжали у турков, а потом сирийцы приехали, ну, более квалитетные, более они, это самое, по сравнению с ливийцами, как бы приятнее люди, они все-таки... Что-то в них европейское все равно есть, это самое, в ихней внешности Жена вот эта самая, она медсестра, сразу же буквально язык хорошо пошел, она сразу пошла, работает, ну, в доме престарелых работает Конечно, сильного, никто, вот, вот, она, квалифицированная медсестра, но ее никто не взял в больницу работать Вот, для дома престарелых выгодитесь, медсестра высшей категории, а в больницу нет А украинцев стараются впихнуть, ну, а они не то, что там какой-то квалификации имеют, чтобы работать для этого Они просто, язык, ну, не идет украинцам, немецкий язык им в голову подходит Знаешь, я не знаю, может быть, и немец по национальности, но вот я тебе скажу, я ведь тоже, да, наполовину украинка, да, с этих регионов Я тебе скажу так, что вот немецкий язык для нас, видимо, в подсознании как-то, знаешь, мы его... Вот турецкий и немецкий, вот кто у нас тут ходил, да, ну, кого мы не любим, вот ни немецкий, ни турецкий язык Вот я не воспринимаю вообще Вот я бы его никогда не выучила Я, да, права, я немец, и я вот прям эту теорию давно продвигаю, что, ну, все-таки не это самое У меня здесь парни, ну, помогают, у меня стройка идет, помогают мне чуть-чуть строй Молдаване, эстонцы, ну, как говорится, наши, общающиеся на русском языке И Женька, он это самое, с Нарвы, как это Нарва, ну, Эстония или не Эстония, туда-сюда И я ему, ну, он английский говорит, а немецкий у него, ну, не идет, это самое Память предков блокирует этот язык, понимаешь, в мозгу, я тебе серьезно говорю Живет здесь давным-давно, первый раз, как говорится, приехал в Германию Ну, не идет и все у него, язык вот этот не идет И что-то мы разговаривали, что вот, говорю, ты вот сознайся Ты вот с немцами там где-то сталкиваешься, говорю, ты же их не любишь Ну, вот тут у тебя, говорю, сидит, что ты их ненавидишь, немцев Он говорит, а ты, ну, вот ты, я говорю, я просто их, ну, не то, что не люблю Ну, мы долгие годы немцы добивались, за что они нас не акцептировали как немцев Я вот все время говорю, я у меня голубая кровь и белая кость Это я, ариец, а вот эти вот, вот, с обоих сторон у меня соседи живут Они нет Они на... один конкретный янг, этот на половину янг Короче, у вас там свои траблы, я понял Да, инженка говорит, у тебя другой мотив ненавидеть немцев А я типа, вот как ты говоришь, вот это патологический враг Что он все равно живет здесь в Германии, но у него вот подсознание есть, что немец враг Ну да, потому что, извини мне, две мировые войны, хочешь не хочешь, оно как-то, знаешь, садит, садит, подсознает Ладно, я это не к тому А вот, вот это вот сейчас история с вашими выборами Вот альтернатива, там что-то прошла, не прошла, а вот как ты на это смотришь? Прошла на второе место, если бы Зара Вагенкнехт не вмешалась в эти выборы, она бы прошла на первое место Ты знаешь, у меня тоже такое было ощущение, что вот именно взяли две таких вот, ну как бы, не то что радикальных, а правых партий Взяли две для того, чтобы открыть, ну, размыть электорат А Сара вообще зашла в парламент? Ну, там малым процентом В конце концов, Заган, в Великий Пляц Сара Вагенкнехт В конце концов Она прошла малым составом Наконец-то Ну, она оттянула Электрорат, она оттянула От АФД Какие-то она ушли за нее Ну, главное, что она зашла в парламент Потому что очень интересно ее слушать Она такая женщина, во-первых, красивая А во-вторых, говорливая А, ну Немецкие ролики, посмотри Там не очень у нее Такое положительное Это самое Она играет, как мелонии Туда-сюда Я вообще тебе скажу Я просто Виталий на тот момент жила Я помню, как это все происходило Мой друг все время говорит Что ты видишь Что нас толкают В радикальные Ну, что вот это самое Что нас просто туда вот так Специально запихивают Вот перед выборами Такую вот проводят политику Что мы Ну, просто не оглядываясь Идем И, например, идем сознательно Вот АФД сейчас На сегодняшний день Я Ну, не вижу альтернативы Вот она альтернатива Для Германии Ну, другой альтернативы Я не вижу Вот В сравнении с ними Если их не Остановят Вот за этот год Ну, как вот Оппозицию с ними Что-то не сделают Ну, не запретят И еще что-нибудь Не найдут Какой-нибудь там Промаг про них Ну, я думаю Они Двинутся дальше Ну, опять же У них найдут На одного компромата У них всегда есть Второй вариант Это Сара Ну, то есть Туда голоса Просто переключатся Да и все Ну, не знаю Одних утопит Вторая Сплывет Ну, потому что В принципе, я думаю Что одни и те же Голосуют за эти Ну, за альтернативу И за Сару Они На одной платформе Очень С похожими тезисами Ну, только что Что у Зары Вагонкных Нет программы Против иммигрантов Чем подкупает АФД У них программа Работы с иммигрантами И, между прочим Как говорят Как российский Выступает Соловьев Это нации Нет, это не нации Россия сейчас Делает Выселение иммигрантов На полную катушку Не церемонясь А Германия Не делает Даже то, что нужно У нас нелегалов Хреново туча С которыми Надо бороться А они Никто не чешется Не то, что те Которые прибежали Имеют какие-то Защиты Пособия Ну, там Разные У них Разные статусы Я не знаю В Италии Есть такие Параграфы Дающие Ну, вот На людей Которые Типа разделяют Ты Такой Такой категории Относишься Есть Скорее всего Я не углублялась В этот процесс Но там есть Там какая-то Есть социалка У них Они На социальном Очень долго Потом Они есть На детей Социалки Ну, то есть В принципе Так же Только чуть поменьше Денег Поэтому Они как бы В Германию Рулят Потому что В Италии Это меньше Плюс В Италии Я тебе скажу Знаешь, кто регулирует Вот Юг Италии Я на юге жила Вот это вот Мафия Да, это не пустой звук Она реально В Италии есть Я Я в курсе В Германии Она тоже существует И Она не в открытом И грубо виде Как было Это самое В России В 90-е Ну, они Держат рынок И все такое Без них все равно Ничего не происходит Прикинь Вот то же самое Виталий происходит Но еще Еще мафия Регулирует Вот этот вот Мигрантский Скажем так Вопрос Они их загоняют В гетто Ну, как в гетто Специальные районы Вот они там живут Понимаешь Регулируют Там, если начинают Плохо себя вести Пропадают люди Понимаешь Там же море Фиг найдешь Вот И очень много Одно время Там, правда Когда вот только Наплыв первый начался Прямо, знаешь Там был один район У нас В том городе Где я жила Каждый день находили Какие-то трупы Там в одном и том же месте Знаешь, где Ни камер Ничего Но там очень много Таких мест Знаешь, глухих Она регулирует Этот вопрос И ты знаешь Там вот именно Преступности Связаны с мигрантами Нет В Италии Как бы там ни было Но их как-то Контролируют Именно сами Вот эти мафиозные Скажем так Структура И они побаиваются Их И не особо Там себя ведут Нагло У вас, конечно Были моменты Когда прям Совсем Совсем Они наглели Да Ну, правда Вот Когда вначале Когда бежали Сирийцы Приезжали И африканцы В большинством Случа Большой процент Африканцы Подмешивались Под сирийцев Ну, так же Само Как под украинцев Сейчас приезжают Армяне Азербайджанцы Узбеки Которые Типа Тоже хохот И Ну, и То же время И когда вот эти Пошли все Заварушки В Германии Когда насильничали Еще что-то Это самое Происходило Это люди Которые Вот эти Африканской Ну Принадлежности И Ну За ними Не было контроля И сейчас Сильно за ними Никто не смотрит Как говорится Этого контроля Тоже не сильно Там понимаешь Почему именно Мафия Взялась за это дело Были моменты Когда только начали Беженцы Политика Толерантности Да И вот допустим Если что-то происходило Какая-то история Да С беженцем То наказывали Итальянца А не беженца Хотя он был Ну он провоцировал Он мог все Что угодно С тобой Мог себя ударить Ему ничего За это не было Понимаешь А наоборот Итальянца Почему ты Не ушел Не там Не объяснил Ну какие-то Вот такие Вот моменты Были Знаешь Они очень Были резонансные И после этого Включилась Мафия И там уже все Уже таких моментов Больше нет Ну У нас В принципе То же самое Сегодня я Если столкнусь На улице Это было даже Такие случаи Что здесь Если я даже прав То почему я Не стоял И не ждал Пока мне не Разобьют голову И Ждал полицию Когда приедет Полиция Да В моей жизни Два раза Таких случаев Было Ну все Как говорится У меня дочка И Когда ей было 16 лет Молодежь Понимаешь Я пытался Это самое Контролировать Этот процесс Первый раз Столкнулся Просто Как по-русски Скинхеды Да Пришло Трое Таких же 16-летних Молодчиков В 5 часов утра Пытались Ну Как говорится Разобраться со мной Ну Не получилось По факту Пока я с ними Разобрался Приехала полиция Он мне сразу Сказал Пиши заявление На них Это они же К тебе пришли Да Ты их избил Но они пришли К тебе Первые Ты пиши заявление На что я сказал Не буду Зачем Ну Не буду я Этого делать Это было Утром В 5-6 часов В 9 часов За мной Приехали полиции И они написали На меня Заявление Это я их избил У меня дома Да Кто первый Написал заявление То ты прав Ты же знаешь Это же Всегда Конечно Разобрались Ну А по факту Что В полицайке Есть моя фотография Около школы Да Вот этой Вот Где фотографируют Преступников Отпечатки пальцев Которые Они Прежде чем Разобраться В сути Первым делом Это Как по-русски Называется Это я забыла Где Телоскопия Как Да Все Отпечатки пальцев Все И Фотографию Шкалу И Все И ты Друг Карточеки Ну Пожизненно Да Ладно Спасибо тебе большое Я записала Канал у меня Называется Татьяна Ковила Ковила Буду знать Всего хорошего Удачи тебе Пока Пока Продолжение следует